Сегодня поговорим с вами о посуде. Давайте начнем со сковородок. В принципе, сейчас всеми пользуются. Они, кстати, делятся на два типа. Один идет на бюджетный, один более премиум сегмент. Отличия будут в разнице в чем, точнее даже и ключевые отличия. Первое, бюджетно они идут все на тефлоновом покрытии. Оно антипригарное, то есть ему ничего не пригорает, но опять же, со временем оно стирается, пища начинает уже как бы пригорать и так далее. Если рассматривать более бюджетный сегмент, да, есть единственный минус, у них само просто антипригарное покрытие, это маленькая пленка. И когда резкие перепады, то есть давление, да, либо там температуры, либо как у нас привыкли приготовить сразу под холодную воду и так далее, они покрываются такими силиконовыми комками. Ну, то есть как бы люди прекрасно понимают, что брать такие сковородки, ну, желательно этого вообще не делать. В чем преимущество тефлонового покрытия? Оно не боится резких перепадов температуры, да, то есть оно легко моется. К сожалению, можно использовать только либо силиконовые лопатки, либо деревянные. Есть более премиум сегмент, это титановые покрытия, они не боятся не царапин, даже тяжелые там железные предметы, они не царапают, можно смело щеткой отмывать и так далее. Минус в том, что главная ошибка всех наших пользователей, да, такой посудой, они всегда засовывают под холодную воду и потом думают, почему же все-таки оно портится. Этого делать нельзя на самом деле, да, то есть свородка должна остыть до комнатной температуры и только после этого можно ее мыть. Есть такое заблуждение, то, что если титановое покрытие, оно есть одинарный слой, двух- и трехслойное покрытие. Трехслойное, оно вообще, в принципе, не боится даже, там, если ножом провести, либо порезать одинарное, конечно, желательно, не надо ничего резать, просто лопатка железная и так далее, такое, что они колющие предметы, они не портят ее. Также, в принципе, есть еще очень дорогая посуда, она керамическая, очень сильно боится перепадов температуры, она может лопнуть. Да, она классная, в сковородке, в них ничего не пригорает, но, опять же, в них не жарится, а тушится в основном. И вот люди, которые жарят эти же котлеты, к примеру, да, там, либо там яйцо поджарили, да, там, или это яичницу, либо какой-то бекон, либо колбаску и так далее, она будет как проваренная, вот такого вкуса. Нужно понимать, для каких целей берется сковородка и так далее, и нет универсальных сковородок. Есть для одного блюда, да, есть там воковские, которые там, чтобы что-нибудь стушить, либо же плов приготовить и так далее. И есть для же маленькие сковородочки, вот такого размера для яичницы, где получается толстый слой, желток ровно ли сидит, да, то есть все красивенькое. Мы еще, давайте поговорим с вами о ножах, их делятся, опять же, на несколько типов, это керамика. Керамика, единственный минус в том, что она не подается заточке, то есть, если вы ее испортили, это все, одноразовые ножи, их можно выбрасывать. Есть более бюджетный сегмент, это обычный алюминий, он заточенный, как правило, он быстро либо ломается, либо выгибается, либо лезвие, и приходится его подтачивать. И есть классные ножи, это которые с немецкой стали, которые поддаются нормально заточке, они острые, они не боятся даже, если надо перерезать кости, либо так далее, то есть они, как правило, монолитные. Не отвалится ни ручка, как правило, они живут очень долго, не портятся, их легко заточить, в принципе, любой заточка, можно либо в домашних условиях, либо на станке. И есть еще классный вариант, это алмазная заточка ножей, либо на воде, та, которая очень острая, то есть они разрезают даже в воздухе листочек, если провести аккуратненько, он порежет. Для домашних целей такого не берут, обычно это уже люди, которые либо шеф-повар, покупают в качестве подарка, презента, либо вот такого формата. В принципе, сейчас в среднем комплект этих ножей, где-то нормальных для дома, в районе полторы тысячи гривен можно купить смело, причем это полный набор с ножницами, с ножами для хлеба и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok